Всем привет! С вами Карина Загузкина. У нас сегодня будет такой несколько домашний эфир, без костюма кондитера, но по-прежнему и с моей мастерской. Так, меня зовут Карина Загузкина, я королева зефирных цветов, представляюсь для тех, кто меня не знает. Я надеюсь, что на этом эфире есть все-таки люди, кто меня не знает, потому что те, кто меня знают, уже в эфире. Привет, Наташа! Давайте знакомиться, пишите, пожалуйста, из какого вы города, пишите, пожалуйста, занимаетесь ли вы зефирной флористикой, любите ли вы зефир, пробовали ли вы его делать. И вообще, просто расскажите немножко о себе. Мне нравится, когда в чате все-таки народ живой, что-то там отвечает, потому что мне это важно, это обратная связь, это всегда очень здорово, когда ты видишь, что с тобой общаются зрители, они молчаливо просто пырят 30 человек в телефон. Почему я королева зефирных цветов? Потому что я одна из первых стала преподавать, несмотря на то, что зефирными цветами я начала заниматься меньше года. Я создала авторский свой пиончик, вот я их уже показываю, несколько раз уже покоцала, пока туда и сюда таскала. То есть вот такие большущие цветы, это мои авторские, посмотрите, пожалуйста, вот коробочка, да, коробочка 20 сантиметров, в ней сидит такой же, вот такой же цветочек, как и этот. То есть вот такие большущие цветы можно вот так шикарно презентовать. Они зефирные. Я бы их делала вообще еще более высокими, но, к сожалению, коробочка низкая, поэтому приходится как-то их делать поскромнее. Мастер по пряникам, отлично. Вот у нас девочка, супер. Ростовская область, зефир обожаю. Начинаю делать зефирные букетики. Отлично. Сегодня у нас достаточно интересный эфир. Что мы будем сегодня делать? Мы будем сегодня, я буду поправлять постоянно свою кухточку, в которую я хожу дома. спадает жара, пойду работать в курсе. Пока варимся. Я вас не знаю вообще, впервые вижу, но очень интересно. Так, ну вам повезло. Сегодня мы будем делать с вами, я вот часто, вернее не часто, как-то мне, я как-то услышала, что некоторым не нравится мой зефир, потому что он там магазин на варенье. Фу, на Махееве. То есть люди, ну, как бы плохо понимают вообще, в чем фишка, и поэтому сегодня для плохо понимающих людей мы будем делать зефир из домашнего варенья. Мы будем делать его из варенья из абрикосов. Вот у меня целая чашка абрикосов. Я буду сейчас быстренько сделаю кое-какие предподготовительные моменты, чтобы у нас мы не тратили время. Что мы с вами будем делать сейчас? Элементарно варенье из абрикосов. То есть тот же самый Махеев, только из натуральных продуктов, скажем так. Ничего критичного, ничего такого суперсложного. Джем, варенье, я не знаю, что это. В общем, мы будем подготавливать фрукты. Таким образом можно готовить абсолютно любые фрукты и ягоды. Наша главная задача, как я все время говорила в своих первых эфирах, уменьшить количество свободной воды в нашей фруктовой составляющей. Для того, чтобы наш зефир не был мокрым, не был... Каким не был? Ну, в общем, чтобы он был приятным на срезе, действительно зефирным, чтобы он хорошо сох, что подразумевается подсох, да, чтобы его поверхность была сухой, а внутри бы была вот эта вот вкусность, да, вот эта умеренная влага, то есть не мокрота, да, не... Так, чтобы зефир не потел, но в то же время сохранял вот эту вот свой такой прекрасный вкус и консистенцию. Что мы сейчас с вами сделаем? Ой, девчонки, как здорово, что вы зашевелились, заговорили, как это безумно приятно. Значит, мы берем сотейник, мы берем сейчас... А знаете, что мы сделаем? Давайте мы сделаем эксперимент, потому что варенье в прямом эфире варить – это смешно, да, закинуть абрикосы и засыпать их сахаром, довести до кипения может любой дурак. Если не может, ну, я вам сочувствую. Мы сделаем сегодня с вами впервые в жизни, как говорится, барабанная дробь. Я впервые в жизни буду это сделать вместе с вами, потому что мне неинтересно и скучно проводить заготовленные прямые эфиры, когда ты так понимаешь, что все у тебя получится, все будет прекрасно. Это не то. Мы сейчас будем делать с вами заварной зефир. Каким образом? Прямо из вот этих вот абрикос по правилам, по тем правилам, о которых я говорю. Какой цветок сегодня делаем? Ромашку. Нет, Наташенька, мы сегодня будем делать... У меня вот не случился тогда эфир по насадкам Владимира. Мы сегодня будем... Возьмем насадки вот эти вот роза Остина, да, вот эти чудесные. Отсадим из них серединки, да, и посмотрим, как они, как тюльпаны себя ведут, и как серединки для розы Остина. Для меня это просто баловство, но это как бы хорошая помощь тем, кто хочет все это дело сделать побыстрее, наверное, для новичков. Но я бы не сказала, что вот с этими насадками удобно работать новичкам. Ну, то есть это прикол, да? Это прикольно, это интересно, делать просто необычную серединку, чтобы люди ломали голову, а как же она сделана у этой розы. Поэтому сейчас мы по классике, по нашей первым делам для заварного зефира. Раскроем желирующие свойства агара. То есть сделаем так, чтобы агар наш ожил и стал хорошо работать. Девочки, кто работает с заварным зефиром? Вспоминайте, пожалуйста, ваши рецепты. Будем смотреть на соотношение агара и варенья, да, фруктов. Вообще, ну, как бы пропорции. Проще всего смотреть, насколько вообще рабочий рецепт, насколько он правильный. Это соотношение белка с агаром. То есть у меня, как правило, сейчас вот в нашем рецепте будет 30 граммов белка и 4 грамма агара. То есть, если, допустим, 60 грамм белка, это будет у нас не 8 граммов агара, а 6, потому что чем меньше агара мы кладем, чем меньше, вернее, у нас порция зефира, тем больше нужно класть агара, с учетом того, что у нас будет усушка утруска, то есть он размажется по стенкам чековшика. Поэтому, если у нас в рецепте, допустим, 6 граммов агара в полном рецепте, да, и 50 граммов, там, 60, 50-60 граммов белка, то значит, когда мы делим наш рецепт пополам, то нам нужно агара взять не 3 грамма, а на 1 грамм больше, 4. Мы даем этот 1 грамм размазаться по ковшику. Я вот сейчас с вами разговариваю, стою и думаю, может быть, нам сделать полный замес, потому что у нас быстро отсадятся все резинки. Вот, будет большой расход зефира сразу, и нам не может так быть, что не хватит на лепестки. Поэтому сейчас, значит, мы делаем тогда полную порцию, 6 граммов агара. В общем, я в процессе придумываю, в процессе прямого эфира. Так, ковшик видно. Значит, нам нужно налить туда воды. Так как у нас зефир заварной, количество воды мы уменьшаем минимум на 1 треть. Если у нас было 100 грамм воды, сейчас у нас будет 70 грамм воды. У нас тут 80. Так как у нас во фруктах есть свободная вода. Мы используем сейчас будем не варенье, а абрикосы. Поэтому у нас здесь будет 70 грамм воды, 6 граммов агара. Все, что нам нужно сделать, это сначала вот эту нашу смесь воды с агаром нагреть. Белки мы пока вообще не трогаем, они в самую последнюю очередь взбиваются. Подготовим, пока это все дело нагревается, наши насадки. У меня есть вот так чудовищно обрезанные мешочки специально для вот этих насадок. Мы сейчас их подготовим. Все три насадочки. Так этот мешок у нас будет для зефира, а зелененький будет для насадок. Главное, чтобы край мешка не торчал над насадкой. Это важно. Насадки это производство Владимир. У них диаметр 5 сантиметров, они большие. Идеально подходят для моих любимых гигантских цветов. Мне очень нравится качество, которое делает Володя. Со скидкой 10% по моему промокоду KARINA2022 можно купить у него эти насадочки, если вам понравится. Дальше мы подготавливаем подложку, на которой мы будем отсаживать, на которой мы будем отсаживать стюльпаны наши, ну как бы серединки. Это у нас просто подложка для торта, а это сверху бумага для выпечки, ващанная, то есть она не очень прилип, ну как бы обработанная, как она, силиконизированная, да, называть, я уже забыла. Вот, обрезаем ее по размеру, и дальше нам нужно ее приклеить. Приклеиваю я ее вареньем. Приклеиваю по периметру небольшим количеством варенья, потому что оно, во-первых, пищевое, во-вторых, легко смоется потом, и оно липкое. Все, теперь наша бумажка не потянется вслед за... Как ее зовут? Вот смотрите, у нас здесь, за счет того, что воды у нас мало, образовался вот такой густой комок. Это мы делаем, потому что мы сделали, мы что? Мы раскрыли желирующие свойства агара. Дальше мы сейчас туда положим абрикосы. Значит, у нас варенье должно быть, готовое варенье у нас должно быть на полный замес. Сейчас скажу. Так. 200 грамм. 200 грамм варенья. Эти 200 грамм варенья у нас состоят из сахара и фруктов. У нас две части фруктов, одна часть сахара. Значит, нужно эти 200... Значит, нам нужно 150 граммов абрикосов, грубо говоря, и 50 граммов... Ну, 75 граммов сахара, но мы уменьшим еще, мы положим... В общем, короче, 150 абрикосов пока. Я потом вам точную, точные цифры скажу. Абрикосы прямо целиком мы в этот агар закидываем. Сразу же я смотрю на весы. Сколько нам их нужно. Это мы делаем сейчас зефир для цветов. Если вы делаете просто зефир розеточками, количество фруктов вы можете удвоить. Все, у меня здесь 150 граммов абрикосов. Это очень смешно. Мало. Видите как. Сейчас мне нужно просто их раздавить, чтобы они дали сок. Я просто этой мешалкой их продавливаю чуть-чуть, чтобы просто не запускать лишнюю жидкость. Это я делаю, опять же таки, это у меня экспромт. Я бы сделала... Для заварного зефира я делаю по-другому. Я готовлю сразу же варенье, либо просто пробиваю блендером ягоды, фрукты и смешиваю их с агаром. Все, наше дело теперь это все дело довести до кипения. Мы сейчас доведем до кипения наши ягоды и фрукты. Ест. Объясняю почему. Если мы сразу положим сахар в наш агар, он не даст агару раскрыться. Он не даст ему возможности в полную силу работать уже с зефиром. То есть нам понадобится больше. Обратите внимание, в заварном зефире всегда больше агара, чем в классическом, с теми же самыми пропорциями. А знаете что? Я вот рискну и положу абрикосов побольше, потому что они у нас... Абрикосы с абрикосами у нас зефир хорошо взбиваются. Поэтому я положу... У нас здесь 150 граммов абрикосов, а я положу... То есть у нас с вами рождается новый рецепт. Смотрите, почему я так уверенно, совершенно работаю с зефиром, вообще не парясь, меняя пропорции и не заморачиваясь. Так, 150... 250 граммов абрикоса у нас теперь здесь. Вот... Потому что я... Почему... Почему вот... Ну, то есть можно от балды просто брать фрукты, ягоды, глядя на их свойства, на то, как они себя ведут. Сейчас я чуть-чуть убавлю. Когда ты знаешь и понимаешь принципы, по которым вообще работают те или иные ингредиенты, ты начинаешь понимать основы, азы. И эти азы позволяют тебе быть полностью свободным. Как бы полет фантазии полностью не ограничен. Ты не боишься, что у тебя что-то не получится, потому что ты точно знаешь, те действия, которые ты совершаешь, ты делаешь верные. И они тебя не приведут к ошибке. У меня вот сейчас как раз курс по зефиру. То есть просто очень много людей, кто начали спрашивать меня в личку рецепт зефира. Они всегда меня спрашивают, просят продать. Я говорю, что я не продаю отдельно рецепт. Я вместе с курсом продаю все это дело. Но сейчас я подумала, почему бы и нет, потому что курс у меня самый дешевый, да, стоит там 6 тысяч практически, ну 5 900. Почему бы не продать людям просто зефир? Поэтому я решила продать просто зефир. Смотрите, что у нас произошло. Сейчас мы доведем до кипения. У нас здесь такая кашица. Мы эту кашицу обязательно пробьем блендером. Если, конечно, я его найду. Где же, что у меня мой блендер записался? Был все время блендер под рукой, но... Как назло. Ну ладно. С блендером было бы веселее. То есть еще, смотрите, для зефира, который мы делаем просто для вот этих круглых розеток, нам не нужно ничего пробивать блендером. Мы просто, допустим, режем на достаточно крупные куски. Да, мы вот априкосы порезали просто пополам. И все. Этого достаточно, чтобы вот они закипели и дали сок. То есть у нас еще пока нет сахара. Сейчас сахар еще потянет сок из абрикосов. Дальше бы мы эту массу забросили в чашу миксера и блендер разбил вот эти крупные куски на какие-то кусочки поменьше. И когда в зефир, которую мы едим, вот в этой кругленькой розеточке попадаются кусочки мякоти, это очень здорово. Человек видит, что зефир сделан из натуральных продуктов, из натуральных ягод. И они присутствуют. Но так как мы с вами делаем цветы, насадкой мы сегодня будем работать. Помимо вот этих вот насадок, в которых тоже очень маленькие дырочки, еще и вот такой насадкой с очень узенькой щелочкой, кусочки фруктов, ягод просто-напросто наши насадки забьют. Поэтому, естественно, нам нужно эту массу пробить блендером. Очень удобно, когда у вас есть погружной блендер. Просто вы перед тем, как выливать массу в чашу, вы пробиваете блендером. Но нет гарантии той, что блендер вам пробьет эту массу так, что не останется ни одного кусочка. Поэтому мы сейчас просто протрем через сито, перед тем, как вылить сироп наш в чашу миксера. О, господи, я закончила мысль. Все, смотрите, у нас все это дело закипело. Выглядит оно вот так. Пахнет потрясающе. Сейчас мы с вами сюда добавим сахар. Сахара с вами нам нужно сюда добавить 200 грамм. 50 граммов из варенья. И 150 граммов... Ни хрена не... Блин, ни хреновый этот считальщик. Я сейчас все от балды считаю. Потом пересчитаю, напишу. Не 150 грамм. 150 грамм это у нас, когда мы делаем половину замеса, нам нужно 350 грамм положить. Вот. Просто у нас большой замес на 50 граммов белка. Здесь вот это количество сахара можно менять. Можно положить сахара и в два раза меньше. Особенно, если это касается зефира, который на пожрать, как говорится, просто не цветы, а розеточки. Можно вообще в два раза меньше положить сахара, кто любит не сладкий зефир. Опять-таки, заметьте, я ни сироп глюкозы, ни инвертный сироп не кладу. Все. Там у нас агар сначала поварился в воде. А что это у меня? Запотело, что ли? Еще секунду. Сначала агар поварился в воде, желирующий свойство, который раскрыл. Потом в соке. Мамочки, где я нахожусь? А-а-а-а! Ага, вот. Потом в соке с абрикосами. И сейчас наша задача с вами, чтобы он побольше, побыстрее закипел. Почему я не люблю заварной зефир? Если мы его начинаем делать прямо вот, прямо с живых фруктов, он занимает больше времени, его приготовление. Быстрее получается, если у нас уже готовое, есть варенье. Если мы взяли наши фрукты, ягоды, смешали с сахаром, одна часть сахара, две части ягод, все это довели до кипения, загустили, если сильно, жидко, пектином, либо кукурузным крахмалом, совершенно спокойно можно это сделать. И все, у нас это варенье, там в заморозке, либо в холодильнике, ждет своего часа. Сейчас мы делаем сразу, два в одном, да, мы варим и варенье, и сироп. Заварной зефир все-таки нужно немного помешивать. Так, я вам пока поставлю букетик полюбоваться, а сама все-таки попытаюсь поискать блендер свой. Смотрим на букет. Это ромашки диаметром 10 сантиметров, вот такие красивущие, а я пойду гляну, один главный, и даже мой блендер мог пропасть. Господи, боже мой, одна работа, у нас тоже зацепила, нужно убавить. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мой блендер сбежал от меня в моей мастерской бездонной. Итак, когда собираем протирочное сито, да, многие видели уже, как оно работает. Вот такая чудесная штука. Это наш ручной блендер, который шикарно протирает наши ягоды. Ненавижу заварной зефир. Ну вот что это, варишь его, ждешь, пока он выварится. Я не понимаю вообще смысла этого заварного зефира. Только ради вас. Все. У меня масса, я сейчас в середине процесса, то есть у меня масса закипела. Я ее вылью сейчас. И еще минус заварного зефира в том, что его нужно постоянно мешать. Я же привыкла с вами болтать, а не скорпеть, не горбатиться над плитой. Поэтому заварной зефир, он еще и подгорает. Нафиг он нужен. Все, это первый и последний раз, когда я его делаю. В таком виде. С готового варенья, пожалуйста. Но чтобы еще и фрукты, ягоды эти варить, блин, мешать, нафиг надо. Вот прям на ярком примере это прям видно, почему я люблю классический зефир. Так, сейчас надо что-то сделать с ковшиком. И протираем. То есть мы вылили всю эту массу, покрутили этим протирочным сиком, худым-сюдым. И все, у нас эта масса идеальная. В ней ни одного комоча нет. Что тоже не менее прекрасно. Если бы был блендер, я бы сначала блендером все пробила. Вот эти волокна бы все, они бы блендером измельчились. И у нас вообще не было бы отхода. А так у нас есть небольшой отход сейчас. Все полностью не протерлось. Поэтому блендер нужен всегда. Где он, пожалуйста, мой. Где мой, куда он делся, куда он сбежал, я понятия не имею. Ну ладно, я найду его когда-нибудь. Ну все, я так оставлю. Граммов 20 у нас ушло, да, на усушку-утруску. Я сейчас все пропорции запишу. Так, схожу я за новым ковшиком. Вот так вот. я принесла новый ковшик переливаем варенье корж уже протертый и сейчас нам нужно потихонечку начинать избавляться от лишней жидкости то есть у нас абрикос сочный там наверняка есть лишняя вода и нам эту воду нужно потихонечку начать выпаривать именно в заварном зефире особенно для новичков можно использовать термометр чтобы понимать сколько времени вам варить самый удобный термометр со щупом тоже видите какой минус естественно можно варить на глаз девчонки вообще без проблем абсолютно мне просто чисто из любопытства интересно я то, насколько вы знаете я всегда варю свои сиропы на глаз в классике здесь мы с вами попробуем использовать термометр посмотрим до какой температуры мы доварим контрольная температура температура у зефирного сиропа 105 градусов но я думаю 102 градусов будет достаточно нет, не фаренгейт 102 градусов смотрим вот это вот мишамина блин ага, до 102 градусов у нас сироп уже доварился ну отлично, значит будем варить до 105 прекрасно все, у нас уже время подходит нам нужно наши белочки блин, белки а нет, белки нам нужно 50 граммов белка мастер-класс по отделению белков от желтков кто вдруг кто-то не знает что там пишет никакой сложности в заварной не вижу все сложили, проварили, вели да если вы делаете 2-3 замеса в день вы можете использовать в 2 раза больше агара чем в классическом рецепте но если у вас 20 замесов в день то у вас расход агара очень чувствительный и мне не нравится все равно заварной зефир он ай, зараза вот что такое желток желток попал у меня здесь у нас 32 грамма добавляем еще белок отсюда все отлично почему, еще раз повторяю большой расход агара у заварного зефира поэтому я не с агаром который раскрывается вот именно с помощью варки в воде зефир получается лучше по консистенции по качеству и агара мы тратим меньше я еще раз повторяю эти несчастные граммы которые замолчи, дорогой все, у нас сироп заварился до 105 градусов но ничего страшного эти несчастные граммы которые мы не замечаем когда мы просто играемся с зефиром одно но когда у нас реально идет большое количество заказов большое производство агар самый дорогой ингредиент и для ну вот допустим когда я приходила обучать на производство мастеров да, там как бы работников то это очень большая ну как бы очень большой бонус то что агар расходуется меньше для бытового для любительского использования да ради бога не важно но еще раз повторяю мне больше нравится когда агар тратится меньше и когда структура зефира немножко другая просто потому что мне всегда нравятся более качественные вещи все равно ну опять же таки блиндерить протирать надо для цветов надо бесит в общем все 50 граммов у нас белка дальше где наш венчик по заварной технологии мы белок взбиваем сначала без ничего вернее мы всегда взбиваем белок без ничего на средней скорости если мы сейчас всыпем сахар то качественно и пышно белок у нас не взобьется я поставлю то есть смотрите если у вас обычный миксер планетарный без подогрева естественно еще чем хорош заварной вариант он более горячий он медленнее остывает и поэтому огромный его плюс в том что когда вы работаете на стационарном миксере без подогрева ваш зефир такой же горячий как если бы была бы у вас классика но с миксером с подогревом я сейчас хотела включить подогрев но у меня взбилось все прекрасно и так я сейчас сюда положу очень небольшое количество сахара буквально 20 граммов просто на глаз там это получается 2 столовых ложечки у меня сейчас я вам покажу уже вот за эти несколько секунд у меня уже белки взбились в хорошую пену и мы дождиком высыпем сюда сахар не спеша по чуть-чуть здесь у нас на медленном огне варится сироп вот у нас наши сопли появились как в классике температуру сейчас я вам скажу какая здесь вот это значение которое меняется это как раз таки температура сиропа вот это температура сиропа уже можно его вливать в наши белки белки мы взбиваем до жестких пиков а если я сюда телефон отправлю развисли? зефир ясентуки меня спрашивает сколько агара вы кладете в классику на 50 граммов белка я кладу 6 граммов агара максимум могу еще меньше положить 6 грамм девятисотого и 4 грамма тысячного могу положить у нас здесь сироп доварился до 107 градусов если мы варим на среднем огне и помешиваем ничего страшного не случится все у нас он будет хорошо хороший пустой прекрасный такой вот сиропчик развисли девочки напишите пожалуйста видно все хорошо да значит когда я вот сюда вот телефон подношу мы начинаем висеть все у нас здесь жесткие пики да давайте проверим жесткие пики у нас или не жесткие секунду вот у нас очень хорошо стоит венчик кончик пены нашей у нас жесткие пики сейчас будем вливать все скорость прибавлю на максимум на максимум Продолжение следует... 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 всем видно сейчас еще отсадим третью и не будем уже отсаживать осталось всего ничего этого зефира так я боюсь что у нас быстро не подстынет это же не цветочки я сейчас отсажу тогда серединку на бумажку вот смотрите какая четенькая у меня сейчас жарко поэтому и тем более зефир заварной чем еще отличие заварного зефира в том что он застывает медленней чем классика ну еще потому блин я живу этот зефир абрикосовый вкуснятина потому что он горячий горячее чем обычный так где моя вторая насадка которую я показывала которые мы будем делать лепестки сейчас секундочку девочки я ее потеряла это вот я второй раз если не считать букета с тюльпанами и с хризантемами я второй раз жизни отсаживаю вот такие тюльпаны я там за кадром лопала зефир вовсю итак смотрим какая красота получилась так подождите мне нужно скрытать зефир несмотря на то что он заварной и долго стынет потому что здесь достаточно много сахара можно скрытать его в мешок сейчас я вам покажу серединки какие-то видите одна к одной четенько каждый листик каждый каждый лепесточек каждая тычиночка видите каждая тычиночка отдельно короче мы с вами вывели самый крутой рецепт для зефирных тюльпанов прямом эфире и так сейчас я попробую снять не ну еще нежненький мы же сделаем классическим способом блин где гвозди 8 принесла так мы сейчас будем снимать они еще не подстыли не подстыли ножницами сейчас покажу что я делаю вот этот самый страшненький снимаем эту серединку надо было основание на нее сделать в итоге смотрите часто как времени ну не у меня очень жарко зефир застывает медленно что вы делаете вы отсаживаете вот эти все серединки для ваших роз затем вы делаете основание для розы просто нет тут морозильника нет сунуть в морозилку господи папа подносит делаем основание для розы если вы хотите чтобы ваша роза была красивая и пышная всегда нужно накрутить ей основание и только после этого но это дурдом дурдом ромашка конечно но для того чтобы ускорить процесс да это я уже отсадила либо можно сделать их повыше но если вы будете делать их повыше они закроются поэтому лучше всего если для идеальной розочки вам нужно будет просто посадить серединку на подложечку и начинаем делать лепестки чуть выше чем наша серединка лепесточки у роза остина идут в стык два ряда выше выше и выше идут вот таким вот образом а потом спускаемся ниже и раскрываем вот видите цветочек с такой загадочной серединкой я взяла самую страшную конечно же первую попробуем вот такую серединочку еще здесь получается тычиночки у нас в середине будут видеть и еще один ряд можно раскрыть я сказал это не это не роза остина просто фантазийный цветок так берем еще одну точку просто раскрыла низковатая когда видите вот разница между я покажу между низеньким цветочком и цветочком с основанием основание всегда выигрыш не так я надеюсь он подсох да вот уже подстыл но не совсем поэтому я как с кремовым цветочком с ним обойдусь вот эту возьму серединку покрасивее серединке нужно делать заранее вот она серединка на верхушке а а вот заварной зефир он бы уже схватился я бы совершенно спокойно руками выбрала и было бы мне счастье можно кстати этой двести второй насадкой делать лепестки тоже было бы прикольно ну постепенно схватываются для сульфанов этот рецепт очень хорош но для цветов но тут не ну чуть чуть нужно подбивать руку мне не нравится как ложится лепесток потому что этот зефирчик он чуть-чуть подтягивается за насадкой чуть-чуть но подтягивается уже почти можно взять поэтому готовим серединке заранее то есть один замес серединке либо там часть если вам не нужно столько серединок отсаживаем тюльпанчики а второй замес можно сделать классику и сделать лепесточки потому что у меня роза на розы не по они похожи потому что я не могу вот этим вот зефиром сделать то что мне нравится хотя казалось бы да он хорошо держит форму стоит все с ним хорошо он вкусненький так ну что ж у меня уже зефир почти закончится тут уже не начали нас ни на что не остается поэтому мы сейчас будем уже окрашивать это я уже никуда не дену съем так окрашиваем мы вот эти тычинки точно желтым здесь вокруг уже можно и оранжевым пройтись так и чуть я люблю когда внешний край цветочков слегка зеленоватый так тебя 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 мы окрасим вообще черте что более темные оранжевые в серединке снаружи чуть-чуть желтым наоборот здесь серединка вообще наша закрылась пока и пересаживала сейчас я переверну камеру и покажу что я тут наваяла здесь тоже серединка можно розовеньким попробовать это нежно розовенький так хорошо с розочками мы разобрались но это у нас получается просто эксперименты тоже можно подтонировать чтобы они были веселей вот такая вот серединка получилась посмотрите прям тычиночка к тычиночке вообще лепесточек к лепесточку красота так и знаете еще чем хорошо когда у нас приклеенная бумажка мы можем вот так вот взять наши тюльпанчики так как у нас краситель если у нас кончик вниз он начинает плеваться а так мы просто ставим горизонт этот вертикально и тонируем так как нашей душе угодно все сейчас я камеру переверну и мы посмотрим закроем эти позорные места только вот только сейчас зефир уже схватился когда нам уже не нужен смысле когда нам уже можно его не брать в руки у у нас схватился зефир ну для того кто хочет поиграться с серединкой еще один нюанс насадка 201 это для больших роз Остина нужно было 128 насадкой делать для вот этих серединок а это самые большие серединки это диаметр насадки вот этой вот от владимира 5 сантиметров для нее 121 очень большая нужно было брать 128 но я такие маленькие цветочки делать не могу меня это бесит вот я для сравнения принесу 201 насадкой розу Остина сделанную чтобы вы поняли сейчас я вам переверну и покажу вот видите размер 201 а вот эти лепестки большие моносад вот эти вот серединочки они очень маленькие получились так то в принципе сами по себе цветочки симпатичные и у нас чем выше мы отсаживаем тем сильнее у нас складываются лепестки если у нас коротко то у нас серединка вся раскрыта вот такие вот у нас цветочки с этими серединками получились ну не знаю нужно тоже поработать над этим набить руку понять вообще для чего но мне нравится вручную серединку отсаживать у Остина цвет красивый да чуть-чуть розовым припудрила и вообще прикольно получилось так что у нас рецепт есть шикарный заварного зефира для тюльпанов видите какие они у нас получаются четкие четкие листик к листику но для заварных цветов в смысле господи для зефирных цветов заварной зефир для крема кремовой техники для зефирно кремовой техники я даже не знаю я говорю я мне нравятся сложности мне нравится когда ты сам своими руками создаешь цветок да от и до когда ты с помощью насадки создаешь этот выход это круто классно красиво вот эти тычиночки вообще супер получились вот у этого цветочка да вот они такие тычиночки прям живые живые но она имеет место в насадки хорошие тюльпанчики получаются нарядные только вчера таким способом делала розовую сейчас смотрю и понимаю что благодаря карине уже многому научилась большое большое карина да не за что а если вы когда на курс придете те кто не приходил я вас еще большему научу когда же я остановлюсь то обожаю абрикосы эксперимент у нас удался зефир у нас хороший получился тюльпанчики тоже цветочки мне не нравятся с этими серединками ну потому что насадка большая мне нравятся мои цветочки давайте на прощание сделаем скриншотик как всегда вот и прощаемся до новых встреч увидимся с вами на эфирах либо же у меня на курсах опять таки повторяю у меня сейчас курс по зефиру есть называется волшебный зефир что это значит это значит что там есть видео уроки по созданию зефира классического зефира заварного зефира ручным миксером и зефира планетарным миксером и там еще есть по как бы лекция да по тому как работать с зефиром так чтобы вы могли создавать любые вкусы вводить туда любые ингредиенты даже те которые там жиросодержащие какао и прочее прочее поэтому до 201 насадкой поэтому приходите у меня есть курс для новичков для самостоятельного обучения для индивидуального обучения короткий есть длинный учитесь потом будете меня благодарить потому что мои курсы раскрывают ваш потенциал все мои девочки кто у меня учился практически меня уже опередили и превзошли потому что хорошая база все девочки люблю целую смотрим запись с самого начала до новых встреч